Если честно, я этот ролик хотел сделать еще в прошлом году, когда уважаемые журналисты вроде Джеффа Граба подтвердили, что Ubisoft хотят продаться, а Sony присматривается к покупке этой компании. А сейчас на эту тему высказался создатель God of War. Он считает, что Sony просто должны купить Ubisoft. Вы только представьте, какой стелс в траве будет, если эти компании объединятся. Представили? И знаете, до 2017 года я был категорически против, чтобы кто-то покупал Ubisoft, но многое изменилось с тех пор и сейчас я очень сильно хочу, чтобы эту компанию продали. Так студии избавятся от одних из худших руководителей в истории игровой индустрии. И сегодня я докажу вам, что всем игрокам и самим Sony и самим Ubisoft будет очень и очень выгодно, если эта сделка состоится. Более того, я расскажу вам секрет, о котором мало кто знает. У меня могут быть даже проблемы из-за этого. Возможно, даже FIB уже идет. Так что давайте поговорим быстрее. Так или иначе, надеюсь, что Sony поймут, что Ubisoft это то, что они ищут. Они созданы друг для друга. Вы тоже, кстати, должны найти себе fellow gamers'у или хотя бы друзей. С этим поможет ковер. В конце вы обрадуетесь, просто досмотрите. Ковер это приложение для знакомств, в котором можно найти себе людей по интересам, вторую половинку и компанию для похода на мероприятия. Все очень просто. В ковре нет формата свайпов, а это значит, что вы можете написать любому, кто вам понравился. А еще все анкеты можно отфильтровать по полу, возрасту, городу и, что самое главное, по интересам. Ковер это хорошая возможность провести время в хорошей компании, начать отношения или найти друзей. Еще одна фишка приложения это не банальная афиша в крупных городах. Вы можете сразу же выбрать место для первого свидания или досуг на вечер. Заодно под каждым мероприятием можно найти компанию. Соотношение парней к девушкам составляет 30 на 70 процентов. А если вы только переехали в другой город, ковер поможет вам познакомиться с новыми людьми или узнать о мероприятиях, которых нет в других афишах. Скачивай приложение по ссылке в описании или сканируй QR-код и находи новые знакомства. Чтобы не получилась каша, давайте поговорим по отдельности о каждом участнике этой потенциальной сделки. Зачем это нужно Ubisoft, зачем это нужно Sony и зачем это нужно игрокам. Итак, то что у Юбика все плохо, все понимают. И конечно же в первую очередь это понимание есть у людей в компании. Поэтому тот же Евгеймо не против продать Ubisoft. Он так и сказал два года назад. Типа да, мы можем остаться независимыми, но если кто-то что-то предложит, ну как бы ни на что не намекаю. А в прошлом году стало известно, что Юбики ходили по разным издательствам и предлагали их купить. Но все над этим смеялись, потому что им Ubisoft не нужен. Точнее не нужна их монструозная конструкция. В компании работают 20к человек. В десятки студий по всему миру. Содержать такое сложно, еще сложнее сделать из этой системы что-то рабочее и путное. И тут как бы секрет. Что если я вам скажу, что все это булшит. На самом деле Евгеймо не хочет продать Ubisoft. По крайней мере сейчас. Но приходится такое говорить для инвесторов. Во-первых, издательство Вивенди пыталось купить Ubisoft. И как же Ubisoft дрались. Как же Евгеймо хотел оставить независимость компании. И кстати все ее поддержали. Евгеймо открыто критиковал Вивенди за то, что они пытаются поглотить компанию. Покупали собственные акции назад. На E3 Чел выходил и рассказал какая же это великая угроза для компании. И как поглощение уничтожит творческую свободу команд. Евгеймо был в ярости от того, что делает Вивенди. Он прям к ним обращался, говорил, что не успокоится, пока Вивенди не продадут все акции Ubisoft и так далее. И после долгих и долгих лет борьбы в 2019 году Ubisoft победили. Они смогли отбиться от Вивенди. И типа три года спустя Ubisoft такие. Все, мы решили компанию продать. Серьезно? Евгеймо мог давно уйти с деньгами. Но Ubisoft он оставлять не хочет. Пока что. На это есть причина. И я ее знаю. Да, в 2022 году Ubisoft правда предлагали купить компанию. Этим заинтересовались некоторые люди. Они конечно наняли инвестиционные компании. Чтобы они проверили, что там у юбиков. Стоит ли покупать или нет. И в итоге, как выяснилось, Ubisoft не вступила ни в какие переговоры. То есть на словах они да, мы готовы все предложения рассмотреть. Но на самом деле Евгеймо не хотел продать компанию. О чем собственно и говорят эти инвестиционные компании. Они пишут, что вообще не ясно готовы ли основные акционеры, то есть братья Геймо, заключить сделку. Плюс в конце 2022, Tencent купили часть акций компании. Инвестировала в нее 300 лямов. И дала кредит компании GLB. Чтобы они смогли купить большую часть активов Ubisoft. А GLB это компания братьев Геймо. То есть Евгеймо хочет еще больше укрепить свою позицию в Ubisoft. Тогда к чему весь этот цирк? Хочу продать, не хочу продавать. А все дело в том, что после скандалов, которые начались еще летом 2020 года. Акции Ubisoft начали стремительно падать. И падают уже 4 года подряд. Таким образом, если бы Ив продал компанию в 2022 году, то он бы заработал не очень много. Ибо акции по сравнению с 2020 годом упали почти в более чем 2 раза. Капитализация Ubisoft была 11 миллиардов. И все это жестко брухнулось примерно до 4 миллиардов. Поэтому Ив не смог получить свои миллионы и красиво уйти в закат. Поэтому последние 2 года Евгеймо так напирает на игры сервисы. Везде в отчетах, даже в последнем, что был месяц назад. Они написали, насколько важны игры сервисы и как они будут делать их дальше. Потому что микрочелеку нужны большие деньги. Нужно, чтобы акции поднялись. И да, все это для того, чтобы продать компанию как можно дороже. Собственно, также поэтому Ubisoft сильно упрощает свою структуру. Поэтому они закрывают много студий в последнее время. И увольняют людей тысячами. Потому что они хотят сделать компанию привлекательной для потенциальных покупателей. Чтобы они не думали, какой же геймор это будет после покупки. Как это структурировать, что сохранить, что закрыть, как поддержать все это. И как деньги из такого получить. Так что в ближайшие годы Ubisoft будут увольнять еще больше людей. Будут закрывать ненужные, по их мнению, студии. И стараться максимально повысить прибыль за счет доната. Чтобы опять же в итоге продать компанию подороже. Так что Ubisoft нужно, чтобы их купили. Ив Геймо хочет как Бобби Котик. Продать за хорошую цену свою компанию и уйти с деньгами. Романтика же. Каждый генеральный директор о таком мечтает. С другой же стороны, у нас Sony. И у многих вопрос. А нафига им вообще покупать юбиков? У них же плохая репутация и куча проблем. И во-первых, корпорации вроде Sony не будут никогда покупать компании в стиле нынешних Ubisoft. Даже несмотря на низкую цену. Потому что скупой платит дважды. Поэтому если юбики приведут бизнес в порядок. Чем они сейчас и занимаются активно. То вот тогда Sony будут очень заинтересованы в покупке. И на это есть пара очень веских причин. Не знаю заметили ли вы, но Sony сильно сдали. И это факт. Ровно 11 лет назад компания была на коне. На E3 2013 был легендарный батл. Я помню этот момент, будто это было вчера. То E3 буквально определила будущее гейминга на одно поколение. Если не больше. В тот день Xbox и Sony сошлись в битве Next Gen'а. Где Sony не просто победили. Они просто размазали майков. Тем более Microsoft активно в этом помогали. Просто представьте, что на ринге выходит двое боксеров. Один дерется хорошо. А второй не только пропускает все удары. Он еще сам ставит себе подножки. И бьет себя головой об землю. Именно так все выглядело тогда в 2013. Ведь Sony вышли и вот консоль. Вот игры. Вот Next Gen. О май гад. Вы мне продали все. Я хочу. Дайте и возьмите мою заначку, которую я храню в трусах. А Microsoft. Ну у нас можно зайти в интернет через консоль. У нас есть короче Kinect. Он обязательный. И поэтому консоль дороже. И как бы можно фильмы на Xbox One смотреть. Это просто позор какой-то. И майки не переставали позориться. Клоун, что тогда управлял гейминг направлением майков, говорил, что консоль будет работать только если у тебя подключение к интернету. А если у вас нет интернета, купите Xbox 360 нищеброты. У нас есть продукт для людей, которые не смогут получить какой-то формы коннектизации. Это называется Xbox 360. И Sony поступали очень умно. Они хватали за опсеры майков и делали из этого себе плюс. PlayStation 4 диспейс-гейм не нужно быть связаны в онлайн, чтобы играть. Жесть умный ход. И они нанесли боксу такой урон, что он до сих пор ощущается. Кстати, долгое время в интернете этого чела назвали лучшим сотрудником Sony. И вот прошло 11 лет, и ситуация поменялась на 180 градусов. Этот год буквально принадлежит Microsoft. Это их осень. Нас ждет огромное количество трипл и дабл-эй игр. И честно, мне почти во все хочется играть. Че-то даже удивительно. От Microsoft я такого не ожидал. А у Sony нифига нет. Потому что они хотели сделать 173 игр сервисов. И только года через три поняли, что они опосрались. И этот концепт не особо нужен игрокам. Да, что-то выстрелит. Особенно, если это качественная вещь. Но такая гигантская корпорация, как Sony, не может жить на то, что возможно деньги будут с очередной игры сервис. Деньги точно должны быть. А деньги точно приносят хорошие синглы игры. Может не бесконечные деньги. Но все же это проверенный метод. И Sony возвращаются к нему. Но придется подождать пару лет. А пока бокс будет делать биг-мани из-за недальновидности новых боссов Sony. Видите, как важно хорошее руководство? Одни уничтожили майков на одно поколение. А другие сделали великолепный подарок Microsoft. Так что Джим Райан определенно лучший сотрудник Microsoft. В общем, Sony не только должны мощно вернуться в игру с офигенными тайтлами. Им еще надо направление игр сервисов развивать. И свою инфраструктуру. Особенно на ПК направлении. Ведь у майков все хорошо с этим. Тем более у них столько сервисов после покупки Activision Blizzard. И тут я соглашусь с создателем Году Вора. Чтобы конкурировать с майками, Sony нуждаются в Юбисофт. Которые в последние годы довольно жестко подсили на игры сервисы. И самое главное, достигли успеха. Юбики на данный момент с доната в основном зарабатывает. Не будь раду Киа Ассасина, то Юбисофт уже давно была бы в могиле. Но это еще не все. Но покупая Юбисофт, Sony приобретут еще пару крутых бонусов. На данный момент компания очень хочет расшириться на ПК. Потому что ей это приносит очень хорошие деньги. Они конечно творят фигню, закрывают доступ к играм в определенных регионах. Но Юбисофт это как раз возможность сразу получить все возможности для распространения своей продукции везде. Юбики имеют самый крупный цифровой магазин в Европе. И добавлять в них свои эксклюзивы было бы очень хорошо для Sony. У них будет готовая инфраструктура для продажи игр. Им не придется ничего создавать самим. И не придется никому платить комиссию. Второе. Юбисофт имеют налоговые послабления и лояльность в некоторых вопросах от властей Европы и Канады. И Sony будет намного удобнее работать и продавать свою продукцию в этих регионах, если купят Юбисофт. Третье. Покупая эту компанию, ты также покупаешь Ассасина. Ты покупаешь Splinter Cell, Принца Персии, Far Cry, Ghost Recon, Watch Dogs и многие-многие другие великолепные серии. Их продолжение ждут миллионы фанатов по всему миру. Думаю такой каталог нужен каждой компании. Ну а четвертое. Кто бы что не говорил, но в Юбисофт до сих пор работают первоклассные разработчики. Которые могут сделать годноту. Просто сейчас их заставляют делать всякое сервисное говно. То есть опять же, даже сервисные игры можно сделать хорошими. Но им даже это не дают делать. А когда у них была творческая свобода, то они шедевры выпускали. Поэтому просто покупая компанию, Sony сразу получает в свои руки таланты тысячи и тысячи людей. Более того, многие крутые челиксы как раз покинули Юбисофт и начали работать с Sony. Как продюсер первых Ассасинов, Джей Дреймонд. Она к себе переманила кучу людей из Юбисофт. В том числе главного сценариста и главного художника Assassin's Creed. Потому что Sony им дадут сделать то, что они хотят. Поэтому если Sony собираются противостоять мейкам, которые, давайте честно, победили на последней презентации. Прямо разгромили Sony. То им придется брать к себе компанию типа Юбисофт. Им это нужно. И кстати, Sony не дураки. Они сами это понимают. И как рассказывает инвестиционный банк Дрейк Стар Партнерс. В 2024-м резко увеличатся покупки студий. И Sony будут принимать участие во всей этой движухе. И вряд ли они купят Юбисофт прямо сейчас. Я думаю, в ближайшие два года компании будут смотреть еще с опаской. Но потом можно будет купить. Если, конечно, реструктуризацию нормально закончат. И тут, конечно, важная сторона это еще вы. Да, лично вы игроки. Потому что вопрос, а нафига нам все это? Более того, многие скажут, что задолбали такие люди, которые с каждого угла говорят. Пусть очередная корпорация купит какую-нибудь студию. Мы же так поощряем монополию. И в принципе, я согласен с этим мнением. Спасибо, что поделились. Но как раз в случае Юбисофт есть одно большое но. Это давно не те самые Юбики. Это действительно уже не та компания, которая выпускала годноту. Хорошие игры выходят вопреки желанию боссов. А не при их помощи. Эти боссы позволили создать в компании ужасную атмосферу. Уже 4 года Юбисоф позоришь индустрии. И они уже никогда не будут прежними. И если бы компания продолжала развиваться, как развивалась до 2020 года. То на данный момент Юбики должны были быть гигантской компанией. Которая делает великолепные игры. И капитализация должна была быть в районе 20 миллиардов. Что-то ближе к Take-Two. А они эволюционировали назад. На данный момент у них капитализация, только вдумайтесь, 2,7 миллиарда. Какая жесть. И эту компанию может спасти нормальные руководители. Потому что тут печаль. И мы, к сожалению, обречены на донатные помойки. Пока уруляете люди. Опять же, они сами не против продать компанию. Вот Бобби Котик уже вышел на пенсию. А ведь он младше Евы Кеймо. Пора уже. Пора. Собственно, в ближайшие 2 года ждем новостей. Почему именно в ближайшие 2 года? А потому что реструктуризация Ubisoft имеет четкие планы как раз до 2026 года. Так что, думаю, к этому моменту они определятся, кому они будут продаваться. И, надеюсь, это будут японцы. Sony, пожалуйста, купите их. И сделайте Far Cry 2 2. Чтобы можно было в траву стрелять. И она отлетала от пуль на ноги. И потом можно будет салфеткой почистить обувь. Плиз, мне больше ничего не надо. Спасибо за лайк и подписку. И до скорого, ребята.